Политический год в Туле стартовал с подготовки к президентским выборам. Активисты штабов-кандидатов начали сбор подписей сразу после новогодних праздников. Вплоть до марта выборы были основной политической темой как федеральных, так и региональных СМИ. Итог – довольно высокая для Тульской области явка – более 68%. В принципе, с советских времен такого не видел. Обычно на выборах тут тусуются разные партии, тут разные винтеря, там эти, бросы-забросы. А здесь все чинно, благородно. Сразу после выборов в Туле закрылся штаб Алексея Навального. Физически штаб Навального закрывается. Однако штаб, как идея, продолжает жить, потому что остаемся мы, заявляют активисты. Вы не хотите, чтобы Россия была слабого? Пройдет. Нет, подождите, вы мне не предоставили документы. Вот покажите мне этот федеральный закон. Так, ко мне применяют насилие. Для Тульского избиркома напряженные дни в этом году не закончились выборами. Свои посты в разное время покинули ключевые фигуры. Сергей Костенко, Александр Машков и Николай Климов возглавил избирательную комиссию Павел Веселов. Область готова к проведению выборов 9 сентября. Муниципальные выборы прошли уже под руководством Веселова. В Тульской области избрано 728 депутатов в 19 районах. А уже зимой депутаты областной думы приняли поправки в закон об избирательных системах. Это значит, что думские выборы 2019 года могут пройти по новым правилам. Пятая избирательная система, которая одобрена думой, предполагает смесь партийных списков и пятимандатных округов. То есть, в единый день голосования тулики могут получить сразу по два бюллетеня. Некоторые тульские политики оказались категорически против такого расклада. Это ущемление прав избирателей. Часто, когда одномандатник или многомандатник выигрывает выборы с результатом 30%, а 70% избирателей, голосовавших за других кандидатов, остаются без своего представителя. Волнение сотрясали область в этом году и в связи с пенсионной реформой. 23 сентября рядом с Баташовским садом в Туле прошел санкционированный митинг против повышения пенсионного возраста. Организатором мероприятия стал тульский обком КПРФ. Состав областной думы в этом году тоже несколько раз видоизменялся. Зампред Юлия Марьясова подала в отставку 29 ноября на очередном заседании. Ее место занял Александр Рэм. До этого полномочия сложил Андрей Самошин. В феврале этого года он был оштрафован решением суда на 250 тысяч рублей за гибель трех человек на предприятии, генеральным директором которого являлся. Впрочем, главной судебной историей года стал арест Вадима Жерздева. В октябре пост первого заместителя губернатора председателя правительства Тульской области покинул Юрий Андрианов. Выступая перед членами правительства, сообщил, что он сам обратился к губернатору с просьбой освободить его от должности. Исходя из тех целей и задач, которые поставлены были и президентом, уже и в своем обращении, не хотелось бы, скажем так, возглавлять правительство и в то же время, скажем, двигаться, может быть, с более медленной скоростью. Ну а политической кодой в конце ноября стало послание губернатора. В первую очередь глава региона отметил, что начатые в последние годы проекты по развитию области синхронизированы с указом президента России от 7 мая 2018 года, а значит, становятся неотъемлемой частью национальных проектов.